Все показанное далее не является единственным возможным вариантом. Это база, на основании которой можно совершенствовать и адаптировать свой скилл стриминга. Вновь было изучено много материалов и все скомпоновано в введенный гайд для удобства. Самые лучшие наработки для качественного и профессионального стрима на конец ноября 2021 года. Если это видео показалось вам полезным, подпишитесь на канал и нажмите лайк. Таким образом вы мотивируете автор на создание нового контента. Далее я не буду касаться базового функционала OBS. Перебивки, стингеры, настройки сцен. Это все тема для другого выпуска и с этим можно ознакомиться самостоятельно в интернете. Для персональных компьютеров самый простой и эффективный вариант для стриминга это использование видеокарт NVIDIA. Поддержка и аппаратная видеокомпрессия. Идеально, когда в компьютере установлены две видеокарты. На одной запущена игра, вторая предназначена исключительно для стриминга и кодирования видео. Допускается нагружать единственную видеокарту, но необходимо осознавать, что в зависимости от разрешения и настройки кодека возможно получить большое количество потерь кадров, вплоть до полной неработоспособности стрима. Как пример, в случае стриминга Full HD и разрешения, может хватить единственной видеокарты, которая используется и для стрима, и для самой игры. Современные модели видеокарт NVIDIA позволяют использовать очень эффективный быстроаппаратный видеокодек NVENC. NVIDIA Video Encoder. Минимальная модель видеокарты для поддержки кодека NVENC это GeForce 1660 Ti и GeForce 1660 Super. А также GeForce 1650 Super. Старые карты без приставки Super и карты 1060 не подойдут. Они этот кодек не поддерживают. Это самые младшие модели в линейке видеокарт. Они оснащены движком Turing, поддерживают его, который необходим для поддержки кодека NVENC. Такой картой может быть и вторая карта, более дешевая в компьютере, исключительно для целей разгрузки основной видеокарты при стриминге требовательных игр. Также аппаратное высокоэффективное видеокодирование кодек HEVC, High Efficiency Video Codec, поддерживают современные процессоры Intel, начиная с 11-го поколения. Кодовые названия Tiger Lake и Rocket Lake. Это процессоры, которые были выпущены в конце 2020 года и до лета 2021 года. В них представлен обновленный кодек QuickSync HEVC. Настройка использования данной опции в данный гайд, к сожалению, не включена. Очень важный параметр – наличие хорошего канала в интернет. Пропускная способность канала – очень важный параметр. Не нужно стримить по Wi-Fi. Если ваша точка доступа не поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и вы не подключены с частотой 5 ГГц, да вообще не нужно стримить по Wi-Fi. Всегда предпочтительен кабель. В среднем общая требуемая постоянная скорость для стриминга, например, в разрешении 2К 60 фпс, требуется около 30-35 Мбит в секунду. Стандартного домашнего канала в интернет в 100 Мбит должно хватить даже для 4К стриминга. Но при условии, конечно, если ваши домашние в это время не качают фильмы, либо подобные. Аппаратные карты видеозахвата в данном гайде не обсуждаются. Это отдельная сложная тема со своими преимуществами и недостатками, а также с хорошей отдельной ценой. Никакой профессиональный микрофон не поможет, если у вас дефекты речи, либо плохая дикция. Например, у меня очень плохая дикция, всегда была и сейчас тоже есть. Плюс в данный момент у меня установлены крупные брекеты в рту. Попробуйте-ка набрать в рот каши или орехов и четко говорить. Люди с хорошей дикцией и хорошо поставленным голосом, либо хорошими вокальными данными. Всегда будут звучать лучше и чище, независимо от оборудования. Акустическая подготовка помещения – еще один очень важный момент. Необходимо полностью исключить эхо, посторонние шумы, которые очень мешают качественно писать звук. На рынке продаются даже специальные закрытые будки для записи звука в жилых помещениях. Примерная стоимость там от 4 до 11 тысяч долларов. А также всевозможные акустические экраны. Это большая тема отдельная, ее нужно изучать дополнительно, если есть такие задачи и потребности. Если используется XLR-аудиоинтерфейс, который работает через шину ASIO, то OBS нужно поставить специальный плагин. Так и называется OBS ASIO. В источниках выбрать ASIO-устройство, свой аудиоинтерфейс. Это все благодаря прямой шине, которая шифровывается как Audio Stream Input Output, меньше лагов и лучшая производительность. В остальных случаях достаточно стандартного системного микрофонного входа. Заходим в ссылки на GitHub, заходим в релизы вот сюда, ткачиваем вот этот файлик, устанавливаем его. Во время установки спрашивает путь QBS, указываем путь QBS, он должен быть стандартный по умолчанию большинства людей. Нажимаем Install, установка закончена. Следующий плагин, который необходимо поставить, называется StreamFX. Он необходим для более гибкой настройки видеоэнкодера, а его настройки будет ниже. Для того, чтобы его скачать, заходим по ссылке, которая будет в описании к видео. Вот так выглядит GitHub-овская страничка. Здесь чуть ниже находим раздел Releases, и вот здесь указан последний релиз, Latest, это последний, который нам нужно скачать, 10.1. Заходим сюда, в самый низ листаем, вот файлик, исполняем файл Windows. Скачиваем его и устанавливаем. Выглядит сама установка вот таким вот образом. Опять же, нужно указать путь QBS Studio, и все, на этом установка закончена. Следующий плагин, который нам нужно поставить, называется Reaper VSTFX Suite. Это набор аудиофильтров, которые необходимы нам для редактирования аудио. Заходим по ссылке, которая будет в описании к видео. Скачиваем вот этот файлик, который 64 бита. Да, он очень старый уже, другого не было, но работает вполне нормально, поэтому скачиваем можно, скачиваем и устанавливаем на компьютер. Вот так выглядит установка. Необходимо указать путь, куда будут устанавливаться эти плагины. Путь лучше держать именно такой, потому что OBS умеет проверять VST плагины только вот по этому пути. К сожалению, других путей она не понимает. Поэтому советую устанавливать только сюда. Далее поставим аудиокодек от Apple, который называется Core Audio Codec. Он считается на рынке самым лучшим кодеком формата AIC и значительно улучшает качество кодирования звука по сравнению с тем, что по умолчанию предоставлено в OBS. Для того, чтобы его поставить, необходимо скачать iTunes. К сожалению, сейчас в современных версиях iTunes он перестал входить как компонента. Ранее можно было его достать прямо из iTunes, например, вот так вот. То есть нам нужен вот этот вот файл, который называется Apple Application Support 64. Ранее, вот 2018 года iTunes, да? Ранее он как бы был здесь MSI, и можно было его отдельно вытащить с самого установщика iTunes и установить. Теперь же вот последняя версия iTunes. Теперь этого файлика здесь нет. К сожалению, придется вставить полностью весь iTunes, и тогда поддержка этого кодека появится. С iTunes тоже не все так просто. Если мы заходим на сайт Apple, тут можно скачать только старые версии iTunes, которые аж 2018 года. То, что здесь написано 2020 год, это неправда. Скачивается 2018 года, и там этого файлика тоже нет. Вот этот вот, когда сюда переходишь просто для того, чтобы скачать, перенаправляет вас на Microsoft Store, магазин, где скачиваются все приложения. Через приложение Microsoft Store iTunes у меня не поставился. Не знаю почему, бился-бился, никак он никаким образом не поставился, и вот в таком виде он висит и не ставится просто-напросто, и все. Хотя на компьютер скачивается. Просто по Google нашел вот такую вот ссылку, сервис FileHorse, файловый сервис. Здесь предоставлена версия iTunes, последняя. Вот, и как раз вот эта версия последняя, она у меня поставилась, заработала, и кодек включился. Открываем OBS, в меню Help, Log Files, View Current Log. Открывается Log Files, и там мы найдем, чуть-чуть нужно пролистать. После инициализации графических интерфейсов будет такая вот надпись Core Audio Encoder. Тут написано, что Core Audio ACC Encoder не установлен в системе, или не может быть загружен. После установки энкодера мы можем посмотреть, что надпись поменялась, и теперь пишется, что Core Audio Encoder загружен системой. Все, можно пользоваться. Сейчас устанавливаем так называемый DSR. Это плагин, который уменьшает интенсивность излишне резких и острых, свистящих и шипящих звуков. Таких как Ш, 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 Ш. Я использую Lisp. Это бесплатный плагин, скачивается по ссылке под видео. Заходим на сайт, вот Windows 64, маленький файлик, устанавливаем, подключается как VST-плагин. Ставится в ту же папочку, где все VST-плагины. Нужно DRL-ку скинуть в ту же папочку руками. Вот она тут одна. Если вы используете VST3 формат, то можно также скопировать туда VST3 формат. Но OBS не понимает VST3 формат по умолчанию. Downward Expander. Используется в качестве мягкого шумодава, достаточно эффективно при низком количестве однородного шума. Для того, чтобы его скачать, нужно пройти по ссылочке. Ссылочка будет в описании под видео. И скачать вот этот вот файлик с Google Drive. Он прямо сразу же скачивается. Обычно текстовый файл с JavaScript кодами. Либо можно с PSB на его скачать. То же самое. Вот он скачивается вот так. Вот он на десктопе. И потом папочку. Идем, где у нас все VST-плагины. Вот они. VST-плагины, ReaPlugins, JavaScript, эффекты. И здесь ищем папочку Steelwell. Steelwell. И сюда вот прямо без расширения файлик этот закидываем. Downward Expander. Все. После этого в OBS у нас загружаем OBS. И там он у нас появляется. Следующий фильтр называется ProtoVerb. Ссылочка будет в описании. Скачиваем. Вот сюда заходим на страничку. Скачиваем. Он бесплатен. Фильтр реверберации. Добавляет эффект реверберации. Установка таким образом происходит. Вот так вот она выглядит. В установке отмечаем только 64 бита. VST и VST-3 версию. AX у меня формат не используется. И пресеты тоже ставим. Это набор пресетов, которые в самом фильтре есть. Дальше устанавливаем Next. Здесь должна, если у вас ReaPlugins уже стоит, то вот здесь автоматически подставится путь, где установлены у вас ReaPlugins. И в этот же путь поставится реверберация. И поэтому OBS его будет видеть. Далее вот здесь вот этот плагин требует папку с данными. Куда он ставить будет пресеты. Куда будете сохранять вы свои пресеты. И вот здесь вот этот путь тоже так же указывается. Выбор автоматический. То есть это просто по автомату. Нажимаем Next и установить. Все, он появляется в OBS. Теперь немного о стандартах и названиях. В программе OBS видео в любых форматах и вариантах. Впрочем, почти так же, как и в любой другой программе редактирования и компрессии видео. Видео кодируется через набор библиотек с открытым исходным кодом, который называется FFmpeg. Качество конечного изображения зависит не только от того, чем кодировать, но и что конкретно передавать, с какой скоростью и куда передавать. А так же, какое ПО стоит на обратной стороне. Для примера, во время стрима динамичных игр с большим количеством эффектов и быстро меняющимися сценами, стандартные настройки OBS кодеков выдают на выходе крайне плохое качество. В результате будут видны артефакты компрессии, когда в сцене много движения. Моей же целью является исправление данной проблемы. Внимание, важный момент. Перед тем, как применять настройки, необходимо понимать, какое разрешение вы будете использовать для стрима и сколько FPS, то есть кадров в секунду, будет в потоке. Все настройки в этом гайде оптимизированы для стрима на 60 FPS и с разрешением 2K, или по-русски 2К. В пикселях это разрешение 2560 на 1440 пикселей. Для разрешения 4К, а также для разрешения Full HD, настройки нужно немного менять, в частности битрейты и буферы, но об этом далее. Вот мы открыли официальный документ на YouTube по состоянию на конец 2021 года по поводу настройки параметров кодеков и возможным битрейтам кодировки видео. Из таблички мы можем подсмотреть, что YouTube советует нам ставить в разделе битрейтов. Это нам понадобится как база для настройки битрейтов в наших кодеках. Для начала мы рассмотрим настройки OBS для записи видео на локальный диск, после чего на их основе мы разберем настройки уже для стрима. В связи с ограничениями времени в гайде, я не буду объяснять, почему именно такие настройки. Для этого существует Google и можно самостоятельно знакомиться с оригиналами статей. Я же просто привожу самые оптимальные и качественные настройки для самых часто используемых случаев. И немного комментирую варианты, которые я скомпоновал для удобства изучения. Обязательно нужно понимать, что результаты могут отличаться на разном оборудовании. Для начала давайте разберемся, где мы будем менять настройки для записи видео на локальный диск. Заходим в настройки OBS, раздел вывод изображения, output, режим вывода, простой simple меняем на advanced, вот advanced режим, вот сюда вот заходим recording, да, то есть это тот раздел, где мы меняем настройки видео, которые будут писаться на наш локальный диск. Так, вот это вот как раз экран, который мы видим. Это экран по умолчанию, он нам не нужен, потому что мы будем все настройки задавать в ручном режиме. Переходим вот сюда вот, и здесь второе есть, вторая закладочка в типе кастомный вывод fmpeg. Перешли сюда, и здесь есть два опять же режима вывода. Мы можем прямо в URL выдавать наш вывод, то есть напрямую стримить на какой-то сервис, вот в таком вот виде, то есть ссылочка задается. Например, если мы хотим стримить на YouTube в режиме HSL, как раз вот это вот здесь устраивается, только контейнер выбирается не матроска, а HSL. Но мы не будем стримить никуда, мы сейчас будем записывать локальное видео на диск. Итак, выбираем вывод файл, output to file, выбираем путь, куда записывать видео. Контейнер, контейнер формат, это как раз во что мы будем писать видео. Я пишу матроска, то есть это формат mkv. Это достаточно, он понимает несколько звуковых дорожек, программы по редактированию видеоизображения его понимают прекрасно. Основные настройки данного режима. Очень важная настройка, это видео битрейт, это основная наша настройка, это битрейт нашей записи, которая будет писаться на диск. Для 2K разрешения 18 мегабит в принципе хватает, то есть 18 тысяч килобит. Этого достаточно для динамичных игр с динамичными сценами. Keyframe interval, это интервал, показывающий через кое количество кадров в наше видео будут вставляться ключевые кадры. Рекомендуют устанавливать либо 2, либо одну секунду, но люди ставят одну секунду, то есть каждую секунду ключевые кадры вставляются в видео результирующие. Я ставлю 2 секунды, мне в принципе этого достаточно. В данном случае я пишу на 60 FPS, то есть получается 2 секунды 120 кадров. Если у вас запись идет 30 кадров в секунду, то вы ставите здесь соответственно 62 секунды, это получается 60 кадров. Дальше rescale output. Это масштабирование изображения результирующего, то есть например вы пишете 4K, а хотите чтобы видео у вас записывалось в разрешении 2K, то есть сам энкодер будет масштабировать изображение для вас и результирующая будет то, которое здесь поставите. Я пишу всегда без масштабирования, то есть у меня оригинальная запись всегда идет. Далее следующий параметр очень важный, как раз то, где мы и делаем ручные наши настройки. То есть мы выбираем видеокодек. В нашем случае мы пишем в стандарте H265 с видеокодеком H-EVC High Efficiency Видеокодек. Это самый новый видеокодек в этом видео. И вот в библиотеке в F-MPEG он как раз здесь есть. То есть их тут очень много, они разные, называются по-разному и нужно внимательно выбирать. В данном случае H265 это H-EVC N-V-ENG. Вот его выбираем. Если мы хотим обычный писать H-264, то мы выбираем H-264 N-V-ENG. Вот он. Я пишу в нем, мне так больше нравится. Можно в принципе выбирать другой. Имейте ввиду, если вы выбираете что-то другое, не H-EVC, то настройки нужно будет адаптировать, потому что настройки я привожу. Именно для этого энкодера у него настройки немножечко отличаются от всех других. Далее, аудио битрейт. Выбирайте любой. По умолчанию YouTube принимает аудио битрейты до 160 кбит в секунду. Я ставлю 256. Иногда YouTube ругается, говорит, что битрейт больше рекомендованного. Но как бы окей. Дальше, энкодер для аудио. Здесь мы выбираем AAC, потому что мы поставили Core Audio Codec от Apple и у нас с качеством компрессии аудио все должно быть нормально. Сейчас рассмотрим вот эти вот настройки энкодеров ручные подробнее уже на экране. Важный момент. Все настройки энкодера вот эти вот, они прописываются в одну строчку через пробел. То есть команда равно параметр. Итак, первый вариант это настройки в режиме CBR, то есть с фиксированным битрейтом. Такой материал в первую очередь предназначен для постобработки и монтажа, а также для хранения или архивирования. Тут важно качество и отсутствие визуальных артефактов. Данные настройки адаптированы под разрешение 2К 60 фпс для записи динамичных компьютерных игр с большим количеством движения и быстрой сменой сцен. Например, для обучающих видео не требуется ни 60 фпс, ни такой большой битрейт. Поэтому настройки нужно всегда адаптировать под свои задачи. К сожалению, нет магической кнопки сделать хорошо. При таких настройках карта RTX 3070 нагружает внутренний пайплайн кодировки видео на 70%. При этом совершенно свободно можно совмещать одновременно и запись видео на диск, и одновременно играть на этой же видеокарте, вследствие того, что эти нагрузки не пересекаются. Механического HDD диска вполне достаточно для записи высококачественного видео. Нет необходимости, например, писать на SSD. Если вы не пишете, ну, например, 12-битный или 10-битный 8К контент, либо HDR, только у такого контента может быть битрейт больше, чем может пропустить механический жесткий диск. Если в дополнение к этому через эту же карту запустить еще и стрим, то карта сразу же перестает справляться, мощности уже не хватает. Запись видео и стрим превращаются в брак с лагами и огромной потерей кадров. А вот на сам игровой процесс это никак не повлияет. Поэтому всегда нужно отслеживать статистику VBS. Второй вариант это VBR, переменный битрейт. Но лично мне он не нравится для записи игр. Часто бывает дерганное видео, нет плавности. А вот для обучалка гайдов наоборот самое то, и файлы будут меньше размером. С такими настройками сейчас и записываю данное видео. Если видеокарта, которая занимается кодированием видео слабая, либо старая, либо она вообще в компьютере единственная, то настройки записи видео тоже нужно адаптировать. Примерно вот так. Так, пример изменения настройки кодека для записи видео. Дано наша стандартная настройка, которой мы пользуемся. И у нас для примера слабый ПК. Примерно наша стандартная настройка, она не идет, перегружает энкодер видеокарты. Все, запись тормозит, потеря кадров и все такое. Что делать? Надо изменять настройки. Битрейт мы оставляем точно такой же. Как вы видите, битрейт одинаковый и здесь, и здесь. Разрешение. Разрешение чуть позже. То есть некоторые настройки изменены, пресеты изменены, чтобы кодировщику было проще работать. Дальше. Убрана двухпроходная обработка. Вот она, да? Бифреймов поменьше поставили. Референс поставили 4, как требуется по рекомендациям для Full HD. Буферсайз. Самое ключевое, что буферсайз и битрейт у нас остаются такой же. То есть основные параметры записи у нас остаются такие же. Динамика в кадре, она не ухудшится никак. Это очень важно. Вот эти все изменения чисто настроек энкодера, оно влияет на качество очень мало. Основной параметр, который влияет на нагрузку на видеокарту и на энкодер, это разрешение. Это не битрейт, это не буферсайз, это разрешение. Мы с 2К, мы с 2К перешли на Full HD и сразу же у нас нагрузка на энкодер пала в 5 раз. Так что если у вас слабый компьютер, можно просто понизить разрешение. Например, вы все же хотели в 2К стримить, но не получается. Перейдите на стрим в Full HD. При этом в качестве вы почти не потеряете, но только разрешение будет, конечно, другое. Нагрузка у вас снизится на много и вы сможете нормально записывать, обрабатывать и стримить видео. С записью видео для монтажа разобрались. Теперь давайте перенесем наши настройки на стримы. К счастью, тут все проще и быстрее. Возвращаемся к нашим документам на YouTube, открываем нашу ссылочку с табличкой наших битрейтов и открываем второй документ по рекомендациям по стриму. Листаем таблички и сравниваем значения. По опыту знаю, что YouTube пишет, скажем так, нижнюю границу значений. Поэтому я лично в своей работе выбираю средние значения. Что-то между HDR и SDR. SDR это Standard Definition Content. Это то, в чем мы работаем все вместе. HDR это High Definition. То есть только сейчас начинаются появляться телевизоры, мониторы с поддержкой HDR и профессиональные камеры тоже могут записывать. В видеоформате HDR это с расширенным динамическим диапазоном. Для нас это не имеет значения. Главное для нас смотреть, какие верхние границы битрейтов для контента. Итак, поехали. Для контента 2K 60 FPS битрейт у нас получается 16-18 мегабит в секунду. Плюс буфер 32-36 мегабит в секунду. Здесь написано 9-18. Ну, я по опыту опять же ставлю 16-18. Стандартный битрейт для стрима в 2K у меня. Далее. 4K 60 FPS. Примерно 55-60 мегабит в секунду. Плюс буфер 110-120 мегабит в секунду. Вот у нас 60. Тут написано вообще 53-68 мегабит в секунду. Это стандартный битрейт для видео, когда мы загружаем просто на сервис. Для стрима тут написано 20-51. Но опять же, если мы поставим 20-60 FPS, если игра динамичная, то там будут, конечно же, потери. Поэтому имейте это в виду. Рекомендую 55-60 мегабит. При таком битрейте нужно понимать, прокачает ли ваш интернет исходящий трафик без потерь. С постоянной скоростью получается 5-6 мегабайт в секунду. Например, это не проблема для городов-миллионников России, а вот для регионов и сельской местности уже может быть очень даже и проблема. Для Full HD стрима нам потребуется битрейт 9-13 мегабит в секунду плюс буфер 18-26 мегабит. Здесь написано 4,5-9 и если мы сюда перейдем во вторую табличку, то тут написано 8-12. Но где-то примерно так и есть. Вот я 9-13 пишу для Full HD. Еще раз, если вам не нужно 60 фпс и игры у вас не какие-то мегабыстрые стрелялки, не стоит ставить такие большие битрейты. Подстраивайте битрейт под свои задачи и игры, и тогда не потребуется такой большой пропускной способности интернета. Пару слов про стриминг в формате HLS, сокращение от HTTP Live Streaming. Формат потокового обещания высокого качества, разработанный Apple. Он понимает кодек H.265 на входе в контейнере HLS. В основном предназначен для стриминга контента с высоким разрешением 4К и 8К. Однако реализация внутри OBS какая-то странная. Поддержка самого сервиса в разделе настроек стрима есть. Вот здесь вот, вот она, YouTube HLS. А настроек кодека нормальных нет. Тут также потребуется стримить через вручные настройки кодека, но я не смог адекватно настроить параметры буферизации и сегментации. У меня были дикие лаги и потери кадров, я побаловался и бросил. Поэтому в данный момент не могу подсказать точно, что будет в будущем с этим форматом, но я так понимаю, что на него все больше и больше людей будет переходить. С битрейтом мы разобрались. Дальше переходим непосредственно к настройкам стрима в OBS. Заходим в настройки, режим вывода изображения. Здесь выбираем расширенный, advanced. И попадаем вот на нашу любимую страничку настроек энкодера OBS, которую все прекрасно знают. Предварительно в первой части мы ставили дополнительный модуль, который называется StreamerFX. И ставили мы как раз для настроек дополнительных опций энкодера видео в OBS. Вот появился такой третий пункт, его и выбираем. Вуаля. И открывается вот такая страничка настроек. Соответственно, этого мы и добивались. Важный момент. StreamerFX плагин, он не поддерживает русский язык, не адаптирован под русский язык. Поэтому если у вас вот здесь на русском языке включено, то в StreamerFX у вас вот здесь вот, вот в этих вот местах, вот здесь вот, будут вообще совершенно левые названия. Поэтому для того, чтобы это дело пофиксить, нужно переключить, во-первых, OBS на английский язык и переставить StreamerFX еще раз. И тогда здесь будут нормальные надписи, которые можно понять. Но это такой вот нюансик есть. Я не буду долго рассказывать, зачем и почему каждая настройка здесь поставлена. Скажу только, что здесь оптимизировано под максимальное качество для разрешения 2К 60 фпс. Немножечко быстренько пробегусь по каждой из настроек. Вот, то есть здесь максимальное качество в параметрах везде стоит. Поэтому просто на паузу поставьте и переписывайте вот все вот эти вот параметры. Битрейт мы сейчас поставим по-другому. Изменим здесь, здесь стоит пока временные. Вот, остальные все параметры тоже стоят уже по умолчанию настроенные. Просто можно напрямую переписывать и начинать вещание. Так, значит, у нас 2К разрешение. Соответственно, битрейт мы ставим, ну, 18 тысяч, да, килобит. То есть 18 мегабит. И в 2 раза больше буфер ставим 36 тысяч килобит. Вот, все, поставили, нажимаем ОК. И можно сразу же начинать вещание вот с такими настройками. Для 4К стрима нужно поменять битрейт. Опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили ранее. Ну, скажем, поставим 60, 60 тысяч и здесь 120 тысяч. То есть это 60 мегабит и 120 мегабит буфер. А здесь 60 мегабит в секунду скорость отдачи контента. То есть вам нужно будет обеспечить постоянную скорость 6 мегабит на отдачу на вашем интернет-канале. То есть если будут прерывы, то вы, соответственно, будете терять кадры. Опять же, если у нас слабенький компьютер и мы хотим стримить в формате, например, Full HD 30 кадров в секунду, то здесь мы ставим, ну, например, 10, 10 тысяч, буфер 20 тысяч. И если компьютер слабый, видеокарта слабая, да, то здесь вот можно уменьшить до 30. Здесь сделать 10. B-frame поставить 2 достаточно. И ref поставить 4. Вот эти настройки, они оптимальны для Full HD. Только единственное, в зависимости от динамичности контента, нужно будет поиграться с битрейтами, с буфером. То есть, может быть, чуть-чуть уменьшить, может быть, если контент, скажем, не такой динамичный, либо увеличить, если, скажем, есть какие-то провалы, либо артефакты на стриме, да, то есть сначала нужно, естественно, провести тестовый стрим. Все, вот такие вот настройки, что касается настройки самого стрима, дальше переходим к настройке звука, вывода и обработки. Если компьютер вообще совсем слабый и, скажем, вот такие вот настройки он не тянет просто-напросто, в статистике у него вот такие вот skipped frames due to encoding lag, пропущенные кадры появляются у него в статистике, да, в этом случае нам нужно немножко уменьшить параметры качества, для того, чтобы они проходили, но все же при этом не сильно ломать, да, то есть битрейты оставляем примерно такие же, вот, и здесь ставим, здесь ставим просто constant bitrate, так, to pass убираем, disable, профиль ставим main, вот, и, в общем-то, наверное, на этом все. Да, то есть вот такие вот настройки, их будет достаточно для, скажем так, карты совсем начального уровня, я думаю, что она их, ну, спокойно прокачает. Микрофоны бывают очень разные под разные задачи. Самые часто используемые типы это конденсаторные всенаправленные, либо кардиоидные XLR и USB микрофоны. Также динамические кардиоидные и супер кардиоидные микрофоны. Для примера, можно использовать китайский микрофон-петличка модель Boya BY-M1 Pro. В ДНСе продается за 2000 рублей. Достаточно качественный звук. Если дополнительно купить для него кабель-переходник TRRS на TRS, это обычный 3,5-мм штекер на 4 контакта и на 3 контакта, тогда не потребуются даже батарейки для работы его на ПК. Минусы же петличных микрофонов в процессе работы можно задевать место крепления микрофона одеждой, таким образом передавать неприятные шуршащие звуки. Я лично прикреплял петличку клипса на микрофонный усик наушников, и в таком виде все работает хорошо, ничего не шуршит. Небольшой микрофон Rode VideoMicro. Цена порядка 4000 рублей в России. С помощью плагинов из него достигается вполне приемлемое качество звука для такой крошки. А вкупе с маленьким его размером пользоваться вообще удобно. Для работы требуется кабель TRS-TRS. Для микрофонов с разъемом XLR требуется еще одно дополнительное устройство, так называемый аудиоинтерфейс. Это что-то типа внешнего АЦП, либо звуковой карты, который усиливает входящий сигнал, позволяя его контролировать, а также поддерживает фантомное питание в тех случаях, если это требуется. Следующее устройство. Микрофонный бустер. Это устройство, которое включается в разрыв кабеля от микрофона к аудиоинтерфейсу и предназначено для того, чтобы получать около 25 дБ так называемого чистого усиления. И как раз в этом случае необходимо фантомное питание от аудиоинтерфейса. Это устройство необходимо, потому что любительские аудиоинтерфейсы имеют низкокачественные маломощные усилители и не могут прокачать некоторые продвинутые микрофоны. А если усиление в них поставить на максимум, то пользоваться будет невозможно из-за большого фонового шума. USB микрофоны самые распространенные на рынке, бывают всех цветов и размеров. От 900 рублей примерно до 8000 рублей. Это, как правило, китайские поделки с отвратительным качеством. Я их не рассматриваю. Но есть и исключения. Например, самые известные признанные лидеры с USB интерфейсом. Некоторые даже дороже профессиональных XLR микрофонов. Самый известный из них Blue Yeti X или X10 в DNS стоит 16000 рублей. И дорогущий Shure MV7 стоит больше 20 тысяч рублей на российском рынке. За такие суммы можно купить вообще весь комплект и качественный динамический XLR микрофон. USB интерфейс тоже с достаточно хорошим качеством и с чистым усилением. И в придачу еще и бустер к микрофону. Сумма будет примерно такая же, а возможности гибкости решения будут в разы больше. Вы очень удивитесь, как отвратительно и шумно звучат профессиональные супер дорогие микрофоны без обработки звука в обычной жилой квартире. Конденсаторные микрофоны я даже не рассматриваю в связи с тем, что они мега чувствительные. И в бытовых условиях жилой квартиры на них почти невозможно изолировать посторонние фоновые шумы. Будет слышно вообще все на записи. Как пукает сосед сверху наверху. Как играют дети во дворе. Как спорят дворники у помойки. Поэтому без целого набора аудиофильтров будет обойтись очень трудно. Важный момент. Фильтры обязательно нужно ставить в правильной последовательности. В нашем случае именно в той последовательности, как показано в гайде. Если фильтры стоят в неправильной последовательности, результата будет совсем другой. Или далеко не всегда приятный результат. Обычно я сначала использую для настройки обработки звука так называемую DAW. С английского переводится как рабочая станция для цифрового аудио. В моем случае это программа Reaper. И потом уже оттуда я переношу настройки в OBS. Так получается и быстрее и нагляднее. Конвейер звуковой обработки я буду демонстрировать на программе Reaper. Скачивается она на том же сайте, где и Reaper VST Plugins. Для настройки звука ее вполне хватит и бесплатной пробной версии. Настройок фильтров и их комбинации может быть бесчисленное количество. Моя задача показать вам базу, чтобы можно было далее самостоятельно под себя настраивать. Все настройки строго индивидуальны и уникальны для каждого голоса и микрофона. Еще раз замечу. Порядок применения фильтров очень сильно важен. Я специально выкрутил усиление на интерфейсе и записал два отрезка звука, чтобы акцентировать внимание на фоновом шуме. И давайте на этом примере разберем все фильтры. У меня в кабинете в метрах в трех около входа стоит аквариум. И если мы послушаем необработанный звук, слышно как плещется водичка, а также шум вентиляторов компьютера. Я оставил это специально, для того, чтобы была более-менее реальная картина. Открываем настройки плагинов. Вот эта вот кнопочка. Вот открывается окошко с плагинами. Мы поставили эти все плагины ранее. Они лежат в этой же папочке, которую я указывал. Показывал, да? Вот эта папочка. Вот. И здесь все лежат эти вот DLL-ки с плагинами. Вот Rea Plugins. И для Rea.js пресеты лежат вот здесь. Вот они все. В частности, нам в папке Stealable нужен Downward Expander. Так. Окошко. Окошко с плагинами. Как с ним работать? То есть добавлять, удалять можно вот отсюда. То есть нажимаем либо Add Remove, либо вот через меню вот так вот. Add FX, да? То есть вот они все открываются. Все плагины. И, соответственно, выбираем нужное. И либо по поиску вот здесь вот так вот пишем. И так. А, ну вот здесь он называется вот так вот Jazz. Это WBS он называется Rea.js. А здесь он так вот сразу же выделяется. Просто Jazz. И, соответственно, вот Rea.com, например, да? Все. Начинаем с первого плагина. Первый фильтр – это шумодав. Все шумодавы дают звуковые артефакты. Использовать их нужно крайне осторожно. Но часто бывает, что без них никак не обойтись. Смотря что писать, конечно. То есть если на фон будет накладываться музыка, то шумодав можно и не включать. Но когда просто, когда там будет музыка на фоне, просто шума не будет слышно из-за вашего голоса, из-за музыки. У всех шумодавов ограниченные возможности. Если у вас, например, за стеной работают перфоратором, то никакой шумодав, конечно же, не поможет. Магии не бывает. Варианты шумодавов – всем известный RTX Voice и NVIDIA Broadcast. Это самый известный шумодав от NVIDIA, который использует аппаратные ядра видеокарт класса RTX. То есть минимальная карта здесь 20-60 и выше. 20-30 серии. Десятая серия не подойдет вообще никак. Его довольно хвалят, потому что были, например, тесты в интернете, я видел в YouTube, где около микрофона держат включенный фен. При этом стример говорит в микрофон и слышен его голос. Хотя, конечно же, искаженный. Для установки необходимо пройти вот по такому адресу. Он будет в описании к видео. Сюда заходите, на эту страничку. И вот сюда вот, ниже, аудиоэффекты. Здесь 2 из файлика. То есть один файлик для карт RTX 30-й серии, а один файлик для карт RTX 20-й серии. Вот, соответственно, какая у вас карта, такой и скачивайте. У меня 30-я серия, поэтому я скачал для себя вот этот. Вот, если у вас 20-я серия, скачивайте, соответственно, вот этот вот. Ставите его просто установкой, и он появляется в VBS. В Reaper'е, к сожалению, его нет. Вот, в Reaper'е он не устанавливается. Его в Reaper'е нет, только в VBS он появляется. Следующий шумодав RnNoise. Он встроен в VBS. Устанавливать его не нужно. Ничего не скажу про него. Хороший шумодав. Очень небольшое количество артефактов. Работает отлично. Никаких настройок нет. Просто включил и работает, и все. Поэтому вот я зачастую пользуюсь им. Следующий шумодав это ReaFir. Он устанавливается вместе с VST-плагинами. Вот, могу продемонстрировать. Вот таким образом он добавляется. Заслуживающее уважение, однако, требуется ручная настройка и изучение, как он работает. Потому что, если включить автоматический профиль, вот, автоматический профиль включить, то, конечно же, звук будет, ну, скажем так, очень-не очень. То есть, он сильно искажает голос. Поэтому нужно изучать, как его правильно настраивать. Нужно вот так вот ручками рисовать как-то. В общем, это такое дело. Как раз, когда я писал видео, заработал перфоратор у соседа сверху. И как вот сейчас мы прослушаем с вами чуть пониже, такое, к сожалению, не лечится. Исправить адекватно это не получится никаким шумодавом. Вот как это звучит. Вот сейчас у нас работает перфоратор там, вверху. Высшим этажом работает перфоратор сейчас. Вот как раз он сверлит. И вот сейчас и посмотрим, как у нас noise reduction работает. Хорошо, нехорошо. И вот так каждый день у нас. Это мы прослушали без применения каких-либо фильтров. Вот давайте теперь применим фильтры. Включим просто, как они уже настроены здесь. Это моя дефолтовая настройка. Вот сейчас мы применим эти все фильтры. И послушаем, как это тоже самый отрезок, как он звучит уже с примененными фильтрами. Вот сейчас у нас работает перфоратор там, вверху. Высшим этажом работает перфоратор сейчас. Вот как раз он сверлит. И вот сейчас и посмотрим, как у нас noise reduction работает. Хорошо, нехорошо. И вот так каждый день у нас. Тут шумодав даже не справляется. И gate не справляется, потому что просто звук такой громкий, что он громче, чем того, что ты говоришь в микрофон. Так, продолжаем. Мы начнем с фильтра, который называется gate. Он обрезает все звуки ниже определенного уровня. Вот он здесь находится, уже добавлен. Он обрезает все звуки ниже определенного уровня. Например, шум вентиляторов и другой тихий однообразный фоновый шум. Как настраивать? Наговариваем короткий отрезок текста обычным голосом с обычной громкостью и двигаем ползуночки вот тут вот. Смотрим, нет ли провалов по голосу. Очень хорошо помогает, например, отфильтровать звуки клавиатуры и мышки. Но он работает только тогда, когда вы не говорите. То есть, например, если вы перестали говорить в микрофон и что-то набираете на клавиатуре, он тогда отфильтрует. Либо какой-то посторонний шум, который ниже определенного уровня, который вот здесь вот треш-холл задается, вот этот ползунок. То есть, у меня он фильтрует все звуки ниже минус 45 дБ. Gate у меня уже настроен, настраивается. Опять же, как я уже сказал, он под каждый конкретный случай, под каждый голос, под каждый микрофон. Под каждый уровень, какой у вас идет уровень записи с микрофона. Поэтому тут нужно ползуночки эти двигать самостоятельно и подбирать свой уровень. Вот, я записал вот отрывочек такой, да, про который я говорил с фоновым шумом. И сейчас вот мы его прослушаем и будем прямо в реальном времени настраивать gate и смотреть, какие параметры на что влияют. Вот сначала без применения каких-либо фильтров. Если это видео оказалось для вас полезным, пожалуйста. Вот как вы могли услышать, там плечется водичка на заднем фоне и там я дышу еще в микрофон, да, перед тем, как начать говорить. Вот. А сейчас мы его включим и посмотрим, как он звучит, когда он включен. Только один gate включен. Если это видео. То есть вот как раз вы видели, да, что когда проигрывание идет, вот проигрывание идет, и он не поднимается выше 45. То есть вот как раз gate у меня сейчас отрабатывает хорошо. Вот. Давайте второй посмотрим отрезочек. Вот без gate и с gate. Всем привет, сегодня играем в тетрис, самая новая игра на рынке. Всем привет, сегодня играем в тетрис, самая новая игра на рынке. Так. Вот теперь включаем gate и смотрим еще раз, что получилось. Всем привет, сегодня играем в тетрис, самая новая игра на рынке. Так. Ну вот, мы можем сейчас, скажем, приблизить вот этот участок, да, и просто закольцевать его и смотреть, как отрабатывает гейт. И также по каждому, также точно само настраивается, то есть чем Reaper удобен, настраивать в нем вот эти вот фильтры одно удовольствие, то есть просто закольцовываешь какой-то отрезок своего текста, который ты наговариваешь, и потом просто ползуночками двигаешь и смотришь, что происходит. Всем привет, сегодня играем в Tetris, самая новая игра. Вот я сейчас увеличил трэш-холд, да, и у меня сразу же голос стал теряться, потому что, как бы, недостаточно громкий звук, и гейт его просто режет. Вот, и то есть, соответственно, мы настраиваем таким образом трэш-холд, чтобы у нас постоянно голос был, и он не резался. Единственное, что здесь, если вы будете говорить, например, тихо в микрофон, меньше трэш-холда, то просто ничего не будет слышно, он просто не будет записывать этот звук. Далее, вот эти ползуночки, атак, холд, релиз, это, опять же, подробно лучше изучить в интернете самостоятельно, там это целая наука, но просто расскажу очень быстро и кратко. То есть, скорость открытия гейта, когда он начинает писать звук, скорость удержания, после того, как он открылся, и скорость опускания обратно, чтобы он закрывался, чтобы звук опять отключался. Вот эти все скорости в миллисекундах здесь настраиваются, соответственно, как он быстро реагирует, потом мало реагирует. Всем привет, сегодня играем в Тетрис, самая новая игра на рынок. Так, еще бы вспомнить, где у меня он был. Он и здесь, вот, 180 был. Так, значит, дальше. Так, с первым разобрались. Второй фильтр называется Downward Expander. Это JavaScript фильтр, который, я уже показывал ранее, как его устанавливать. Используется в качестве мягкого шумодава. Достаточно эффективен при низком количестве однородного шума. У меня он постоянно включен. То есть, что он делает? Он отфильтровывает шум какого-то, вот, какой-то фоновый шум, какого-то меньше порогового значения. Вот, то есть, давайте еще раз возьмем наши примеры и послушаем, как звучат они без применения фильтра этого и потом с применением этого фильтра. То есть, вот этот вот бульканье водички, шум вентилятора, такое шипение вот этого, оно будет все отфильтроваться полностью, его не будет слышно вообще. Можно, в принципе, все настройки этого мода, господи, мода говорю, можно, в принципе, все настройки этого фильтра переписать вот отсюда с экрана. Они достаточно хорошие и, скорее всего, будут работать в большинстве случаев. Может быть, только вот треш-холд немножечко потянуть туда-сюда. В принципе, остальное все нормально. Вот проигрывание ролика без применения фильтра. Если это видео оказалось для вас полезным, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это очень сильно мотивирует для продолжения работы. Всем привет! Сегодня играем в Тетрис. Самая новая игра на рынке. Всем привет! Вот, а теперь включаем этот фильтр. И прослушиваем еще раз заново. Если это видео оказалось для вас полезным, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это очень сильно мотивирует для продолжения работы. Всем привет! Сегодня играем в Тетрис. Самая новая игра на рынке. То есть, как вы слушали, постороннего шума, фонного шума почти нет. Водичку почти не слышно. Если мы при этом еще включим гейт туда же, то вот что у нас получается. Если это видео оказалось для вас полезным, пожалуйста, на канал и поставьте лайк. Это очень сильно мотивирует для продолжения работы. Всем привет! Сегодня играем в Тетрис. Самая новая игра на рынке. Ну вот и гейт я как раз не настрелил, забыл обратно его переключить. И, соответственно, у меня было... Так, ну что там, минус 45, да, наверное? Далее. Следующий фильтр – эквалайзер. Так, немножко видео у меня обрезалось. Перезаписывать не буду уже, но просто вот еще раз хотел показать эквалайзер. То есть, вот эти вот бенды, да, полосы, которые я упоминал. И вот здесь кнопочки «Добавить», «Удалить». «Add Band», «Remove Band». Соответственно, вот там можно удалить, можно добавить. Вот сколько нужно, да? Ну там, я 6 использую, 7. Вот, соответственно, вот так вот в каждую потом переходим и настраиваем ее отдельно уже. Уже вот здесь вот у нас бегуночки бегают вот так. Это то место, где мы корректируем наш голос. Настраивается он исключительно под каждый конкретный голос. У всех голоса разные, воспроизводимые голосовыми связками частоты лежат в разных диапазонах. В эквалайзере мы увеличиваем те моменты, что нам нравятся, уменьшаем те, что не нравятся. Например, делаем голос более басовитым, либо наоборот. Это чистая вкусовщина уже. Значит, открываем, открываем сам фильтр. Вот, и здесь внизу создаем нужное нам количество полос. Вот, кнопочка «Add Band» и «Remove Band». Он создает вот такие вот вкладочки и точки вот такие вот. Каждую точку, это каждая полоса эквалайзера. Можно настраивать отдельно. Рекомендуют на первой полосе ставить High Pass фильтр. У меня он, правда, выключен. Вот так вот, чтобы уменьшить нежелательную басовитость. В конце можно сделать полосу Low Pass фильтр, который будет все обрезать полностью после 20 000 Гц. Потому что человеческое ухо, как правило, не слышит частоты более 20 000 Гц. В моем случае я ее отключаю. У меня сделано вот так вот. То есть у меня наоборот. Эти частоты задираются. Ну, это уже, я говорю, опять же, вкусовщина и настраивается под каждый голос. Ходим по вот этим вкладочкам и настраиваем, уже двигая вот эти вот ползуночки. Двигая ползуночки, настраиваем уже под каждый конкретный голос. Примерно вот в этих диапазонах. То есть вот полоса, да, у нас идет. Вот они в Гц. Она указана. Частота в Гц каждой полосы. И вот эти вот полосы. Ну, вот я тоже отключаю здесь. Потому что, в принципе, мне уменьшать басовитость не нужно. У меня голос и так не сильно басовитый. Вот здесь вот по этим вот полосам. Потом ходим по каждой вкладочке. И просто руками, когда у нас проигрывается ролик, мы просто руками двигаем и смотрим, как нам нравится. Здесь нравится, здесь подвигать сюда. Вот сейчас для примера я это сделаю. Всем привет! Сегодня играем в Тетри. Самая новая игра на рынке. Всем привет! Сегодня играем в Тетри. Самая новая игра на рынке. Всем привет! Сегодня играем в Тетри. Самая новая игра на рынке. Всем привет! Сегодня играем в Тетри. Самая новая игра. Вот таким образом он настраивается. И мы просто вот этими вот изменениями мы подбираем, делаем такой голос, который нам нравится на результирующем аудио. То есть то, что уже проигрывается, это то, что уже после выхода эквалайзера. Можем вот так вот быстренько снять его, чтобы его не было во время проигрывания. Вот сейчас его нет, да? Вот сейчас включили, в основном он появился. Вот, то есть это очень просто, удобно и это позволяет настроить так голос, как вам этого хочется. всем привет сегодня играем в те три самая новая игра на рынке тем привет сегодня играем в тем привет сегодня играем в те три самая новая следующий фильтр это компрессор он используется для выравнивать тихих громких звуков голоса тихие звуки он делает громче громкий он делает тише это довольно сложная опять же наука по поводу как его настраивать можно воспользоваться моими настройками опять же тоже то есть вот ключевая штука здесь этот расшел то есть настраиваться он под определенный уровень где он начинает компрессию да то есть в каком месте начинает компрессию больше делать и меньше делать. То есть он будет громкие звуки уменьшать и тихие звуки он будет увеличивать, чтобы они лучше слышались. Можно оставить мои настройки, попробовать с ним, потом подвигать эту штуку. Во время проигрывания вот опять же отрезка будет понятно, как его лучше делать. Вообще он желателен, чтобы ровный уровень был голоса при записи. Следующий фильтр называется DSR. DSR это такая штука, которая убирает излишне резкие, острые, свистящие, шипящие согласные. Настраиваться опять же под каждый конкретный голос. Нужно вот эквалайзере. Здесь когда вы включаете, когда эквалайзер включен, когда вы проигрывание включаете, у вас здесь такой график идет. По нему как раз визуально оценивать идет диапазон своих шипящих. Вот. И таким образом можно отследить это дело. То есть вот эти вот все звуки здесь и посмотреть в каком диапазоне они лежат. Потом уже DSR, то есть выбираете сколько вам нужно уменьшения. Можно оставить опять же вот мои настройки, как у меня здесь установлено. Чувствительность подобрать под себя и вот диапазон частот я под себя подобрал. То есть только две частоты, с каких по какие. Вот. Чувствительность и сколько убирает она. Все. Тут особо больше нет. У него хорошая штука есть. То есть можно, например, включить вот наш ролик и вот эту кнопочку нажимаешь и она показывает только, что она режет. Вот это все обрезается. То есть вот эти вот неприятные звуки, они обрезаются просто. Следующий фильтр, это фильтр реверберация. Вот он у нас реверберация. Он придает голосу чуть большую яркость и глубину. Это вообще по желанию. Вообще экспериментируйте сами. У меня стоит очень маленькое значение. Просто немножечко сцене придать глубины. Вот. Вот как оно выглядит вживую. С ним и без него. Всем привет. Это без него. Вот небольшая разница, но придает просто чуть глубины. И последний фильтр, который я иногда использую, это инвертированный гейт. То есть это то же самое, что вот здесь. То же самое, что здесь. Только здесь встает кнопочка инверт. Инверт гейт. То есть эта штука, она обрезает все звуки выше определенной громкости. Обычный gate обрезает звуки ниже определенной громкости, а этот обрезает выше определенной громкости. Он понадобится тем, кто, например, любит орать на стримах в микрофон. Это как раз самое новое и не будет минус уши у населения. Настраивается в принципе тоже как тот gate, только единственно threshold задирается вот сюда, в самый верх, показывает с какого начинать обрезать уровня звуки. И invert gate делаешь, то есть он будет обрезать громкие звуки, которые выше его. Теперь прослушаем еще раз наши два ролика со всеми примененными фильтрами, которые мы сделали и без них. Сначала мы выключим, вот так вот кнопочкой выключаем, все фильтры отключаем и слушаем, как ролики звучат в оригинале и потом с применением всех наших фильтров. Если это видео оказалось для вас полезным, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это очень сильно мотивирует для продолжения работы. Всем привет! Сегодня играем в Tetris, самая новая игра на рынке. Теперь то же самое, только со включенными фильтрами. Если это видео оказалось для вас полезным, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это очень сильно мотивирует для продолжения работы. Всем привет! Сегодня играем в Tetris, самая новая игра на рынке. Вот, в общем-то, такая разница. То есть она, в общем-то, небольшая, но она есть и довольно значительная в плане отсутствия фонового шума. Еще забыл один момент, как настройки наши все переносить в OBS. Вот, в OBS выбираем наш микрофон, вот он у нас здесь представлен. Нажимаем фильтры, вот сюда вот, filters. И вот они наши все настройки. Ну, у меня гейн еще стоит, то есть я добавлял там, он сейчас отключен. Вот, то есть вот наш R-n-noise, первый шумодав. Вот тут есть R-n-noise, вот NVIDIA, о которой я говорил, да, NVIDIA Voice. То есть можно его включить. Вот, можно этот включить. Так, нажимаем сюда вот на плюсик, выбираем VST2 плагин. VST2, вот он сюда вот добавляется, можно назвать ему в другое. И вот здесь в списочке уже выбираем наш VST плагин. Ну, например, сначала мы выбираем там, ну, что у нас там идет. Сначала мы первое добавляем gate, да, например. Вот ищем REA gate, REA gate, вот он. Открываем, оп, и здесь те же самые настройки, что и в Reaper. То есть их просто сюда переносим. Далее, вот еще нюансик один, это только в REA.js, как вот downward expander добавлять. Вот REA.js выбираем, вот он плагин. Открываем, и он пустой. Здесь нажимаем кнопочку load, здесь выбираем steelwell, здесь выбираем уже наш downward expander. И вот он, downward expander уже работает. Все, вот этот вот R-n-noise, это по умолчанию, это не VST2 плагин. Просто делаешь вот так вот noise suppression, и вот он у нас появляется. Ну, и также все остальные, например, там DSR, любая вот реверберация. Ну, вот реверберация, единственное, с моим аудиоинтерфейсом, она в версии VST2 не заработала. У вас она заработает процентов 99, поэтому я использую VST3, но там нужно немножко с бубном поплясать, чтобы VST3 плагины работали в VBS. Вот поэтому будет мне приятно, если кому-то это окажется полезным. Дальше изучайте уже подробности самостоятельно. В интернете куча обучающих видео по каждому из этих фильтров, и там за ними прямо лежит такая серьезная наука. Поэтому нужно экспериментировать, экспериментировать, и потом все получится, и будет отличный у вас звук. Все, всем пока, на этом все. Продолжение следует...